Взрывы на складе боеприпасов в окрестностях Балаклея Харьковской области прекратились, сообщил начальник управления по связям с общественностью вооруженных сил Украины подполковник Богдан Сенек. Для гашения огня направили дополнительную технику. На территории складов с боеприпасами работают пожарные команды вооруженных сил и спасатели. Помимо специализированных танков и машин для локализации пожара используют самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Подразделения вооруженных сил оцепили территорию. Причин возгорания пока не называют. Для выяснения обстоятельств на место вылетела оперативная группа Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ. В марте прошлого года в Балаклее горели склады боеприпасов. В результате взрывов были разрушены пять частных домов и несколько десятков квартир. Тогда эвакуировались жители из 10-километровой зоны поражения. Над этой территорией были запрещены полеты, а также ограничено движение на дорогах. По факту взрывов арсенала СБУ открыло уголовное производство по статье «Диверсия», а прокуратура по статье «Небрежное отношение к военной службе». Трое украинских военнослужащих ранены в результате провокационных обстрелов боевиков. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Наиболее активные боевые действия велись на Авдеевском и Мариупольском направлениях, сообщает спикер пресс-центра объединенных сил Александр Петрук. При этом противник применял артиллерию и минометы, обстреливали районы Водяного, Троицкого, Маринки, Зайцева и Опытного. Подразделения объединенных сил дают адекватный ответ и не допускают продвижения противника в глубину наших позиций. Жизни раненых украинских военнослужащих ничего не угрожает. Также, по данным разведки, потери противника составили 4 человека раненых и 1 погибший. Борт с 11 ранеными бойцами вооруженных сил Украины прибыл в Одессу. Еще четверых доставили поезда. Всего с Донбасса в военный госпиталь поступили 15 человек. Большинство из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Четверо в реанимации, трое контужены. Ранения военнослужащие получили в районе Водяного, Докучаевска и Гранитного вследствие обстрелов из гранатометов и работы снайпера. По словам местных волонтеров, это первый борт с ранеными за последние полгода. Все ребята, которые сейчас идут в отделение травматологии, нужна будет помощь с закупкой пластин специальных титановых для операций и также стержней для проведения операции. Потому что у одного парня перебита нога, осколочный перелом, у нескольких ребят перебиты руки. Восьмерых граждан Молдовы, воевавших на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины, приговорили к тюремному заключению. Еще 25 человек объявлены в розыск, заявил генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунджин. Во время выступления в парламенте генпрокурор сообщил, что его сограждане, работающие в России, находятся в зоне риска. Их могут завербовать в ряды боевиков. Четыре человека погибли, пятеро ранены в результате аварии в Турции. В городе Кемер микроавтобус столкнулся с автомобилем. По данным турецкого телеканала НТВ, все погибшие туристы из Южной Кореи. Причины автокатастрофы уточняются. 14 человек травмированы в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Чехии. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе. На момент аварии в поездах находилось около полусотни пассажиров. Движение по участку, на котором произошло столкновение, приостановлено. Причины инцидента устанавливает полиция. Ущерб оценили в 6 миллионов чешских крон. Это почти 300 тысяч долларов. Рекордные убытки понесла американская компания Тесла. За первый квартал производитель автомобилей потерял почти 710 миллионов долларов. По словам основателя компании Илона Маска, Тесла планирует снизить зарплаты сотрудникам и выпускать по 5000 авто Model 3 в неделю. В таком случае, по прогнозам аналитиков, Тесла сможет выйти в прибыль в третьем-четвертом квартале этого года. Моющие средства, 6 кубов воды и 4 часа, чтобы помыть памятник княгине Ольге. Таким образом, в Киеве готовятся к финалу Лиги чемпионов. На большом клининге побывал Андрей Яковин. Столицу Украины готовят к приезду европейских гостей на финал Лиги чемпионов. На Михайловской площади в Киеве началась большая мойка. Инициаторами чистки памятника княгине Ольге выступили столичные клинеры. Памятник состоит из трех фигур. Княгине Ольге, создателям старославянской азбуки Кириллу и Мефодию и апостолу Андрею Первозванному. Конечно, к каждому из материалов особый отдельный подход. Например, взять мрамор. Он пористый материал, он очень хорошо в себя впитывает. Поэтому химическими средствами мы не пользуемся. Моем исключительно чистой водой с помощью аппарата высокого давления. К постаменту, к серому граниту, конечно, будем применять химические средства. Потому что выступила ржавчина и проявляются известковые изложения, которые образуются от погодных условий. В Киеве около трех тысяч памятников истории и архитектуры. В центральной части столицы их около полутора тысяч. По европейской традиции памятники в городе моют раз в два года. В прошлом году помыли три. В этом году мы общались с клинерами. Они готовы подумать и, возможно, помыть еще и Богдана Хмельницкого. Пыль, грязь, налет и птичий помет. Загрязнение на высоте смывает промышленный альпинист. Телеканал ВИАТВ также решил присоединиться к социальной инициативе. Но меня в корзину автокрана не допустили. Мол, нету специальных разрешений. Поэтому, стоя на земле, мы решили помыть Андрея. Футбольный праздник должен понравиться гостям в столице. К проведению финала Лиги чемпионов в Киеве готовятся ответственно. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с исполнительным директором УЕФА Мартином Калленом. Президент Украины поблагодарил УЕФА за возможность принять грандиозное футбольное событие в Украине. Для нас, для Украины, это событие имеет чрезвычайно символическое значение. Особенно тогда, когда Украина проводит решительные реформы. Когда защищает свой суверенитет и территориальную целостность. Мы напоминаем всему миру об Украине. Она умеет работать, умеет отдыхать, организовывать праздники. Умеет принимать друзей, гостей и туристов. Я благодарю вас за огромную помощь. Финал Лиги Чемпионов – самое ожидаемое событие в мире. Для нас большая честь встретиться с вами. За последние 12 месяцев мы проделали огромный объем работы. Мы готовы к этому финалу. Я уверен, это будет грандиозный финал. Этот финал, я уверен, запомнят надолго. Официальную фан-зону песенного конкурса «Евровидение-2018» открыли в Киеве. Площадка разместилась в здании телецентра. На ее территории расположен лекторий, караоке, пресс-центр, большие экраны для трансляции шоу, представлены костюмы украинских артистов, участников нацотборов и Евровидения разных годов. В этом году песенный фестиваль будет проходить в Португалии. Посольство страны приняло активное участие в организации, подготовило мастер-классы по португальскому языку и выставку со снимками самых известных достопримечательностей Португалии. Фан-зона «Евровидение» в телецентре будет работать до 16 мая. Вход свободный. Это впервые в истории песенного конкурса устраивают фан-зону где-то за пределами страны-хозяйки и принимающего Евровидение города. Конечно, это традиционно, что в Лиссабоне есть фан-зона, где собираются люди, чтобы поболеть за любимых участников. В прошлом году мы устраивали Евровидение в Украине и в Киеве также была фан-зона. Нам невероятно понравилось и мы захотели организовать ее снова. Оперативную информацию онлайн вы найдете на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры подогнал «Симон»